у нас сегодня как дмитрий сказал будет служение вопросов ответов и некоторые преподаватели которые учили в течение первой части нашей школы семьи будут отвечать вместе со мной на вопросы мы говорили о том что наша школа семьи учение школы семьи поделено на несколько блоков и мы закончили первый блок после окончания каждого блока будет такое собрание вопрос ответы у нас закончился первый блок посвященный предбрачным отношениям мы затрагивали темы о том каких категориях холостых людей говорил иисус христос какие правильные мотивы для вступления в брак какие неправильные какие вопросы необходимо задать каждому человеку кто желает вступ вступить супружеские отношения в брачный завет то есть было много вот таких тем связанных так или иначе с предбрачными отношениями вот но конечно же возможно какие-то возникли вопросы может быть какие-то конкретные вопросы или какие-то сферы может быть не коснулись а вы хотели бы выяснить или чего-то коснулась но может быть вам это не совсем понятно и вы хотели бы уточнение прояснений у нас есть есть у нас да вот лески и бумаги у службы порядка да вот у тебя есть и ты сел на первый ряд ты будешь им раздавать вот у игоря есть в лески бумаги и ручки если у вас есть возникает какой-то вопрос просто поднимите руку он подойдет к вам и вы сможете записать вас ваш вопрос передать сюда вперед вот и мы будем отвечать нам все поступившие вопросы аминь вот и давайте в самом начале еще поболимся вместе с вами вот всемогущий господь мы благодарим тебя за твою любовь благодарим тебя господи за твою милость и мудрость и мы просим господи благослови чтобы на этом месте ты мог прояснять все неясное все темное все господь что необходимо нам знать чтобы быть благословенным в нашей семейной супружеской жизни слава да будет тебе во веки веков и все это скажут аминь слава господу вот кто-то уже есть вопросы да какие-то а зачем ты там сидишь с ними вот это буду значит зачитывать вопросы и кто кто-то из служителей может отвечать вот вопрос такой может ли брат с сестрой дружить встречаться без помолвки и какой период времени кто хочет ответить на этот вопрос я думаю что встречаться конечно могут в определенных рамках понимаете чем говорю да потому что если вы не будете встречаться как вы сможете ближе друг друга узнать но обычно когда поднимается вопрос как встречаться брату с сестрой чтобы узнать друг друга лично я всегда рекомендую встречаться либо где-то в общественных местах либо в общении с другими братьями сестрами чтобы меньше было повода для всяких соблазнов и искушений понимаете да вот поэтому я думаю это даже необходимо встречаться чтобы в конце концов убедиться в своих отношениях друг к другу а если можно добавить у нас вообще такая хорошие сейчас традиции на молодежном служении уже выработались то есть сейчас как молодежь смотрит смотрит фильмы и видит молодой парень и девушка они нравятся друг друга не смотрят друг друг на друга на они приближаются и вдруг один говорит я люблю тебя другой ему отвечает тут же сразу страстный поцелуй но это фильме и поэтому это уже парадигма она вот запоминается и хочется чтобы было также в реальной жизни поэтому мы говорим что до помолвки проще если у вас есть какая-то симпатия вот ты можешь подойти сказать слушать ты мне нравишься давай начнем общаться то есть не говорить громких фраз любовь до гроба как назовем детей и так далее то есть просто давай будем общаться будем дружить мод рекомендуемых хотя бы минимум хотя бы три месяца да и после этого срока уже ребята уже могут сказать хотят ли они идти дальше и во время того как они уже встречается они уже обсуждают вопросы которые у нас есть в церкви которые необходимо понять что движетесь в одном направлении или нет если все в порядке получено благословение родителей то дальше они уже переходят к помолвке а помолвка это когда вы уже у вас известно примерно хотя бы дата свадьбы да напоминаю берите ваши вопросы и передавайте сюда вперед да и к нам будут служить или приносить вот а вот тут вопрос да какой период времени могут до помолвки отвечали на этот вопрос и вот еще у меня вопрос можно ли в помолвке быть два три четыре пять лет в помолвке нет помолвку обычно современной в церкви объявляют со времени подачи заявления в загс то есть примерно это составляет чаще всего сейчас до полугода поэтому до этого времени это люди просто общаются то есть если раньше было вот девятнадцатом веке люди были в помолвках но так скажем не просто по два три четыре или пять шесть восемь гораздо больше лет почему уходили на войну и и вот то с кем объявили помолвку она ждала его пока он не вернется вот с этой войны или вот с этой службы которая была по много лет или был в плену сейчас в церкви такое конечно же затягивание но подозрительно знаете я хочу сразу пояснить есть такое понятие как слово божье который выражает истину до показывает нам что есть добро что зло что правда что грех да вот а есть определенные традиции которые могут быть разными в разных культурах которые могут быть разными в разные периоды времени в отношении помолвки библия ничего нам конкретно не регламентирует то есть нет вот такой библейский истинной помолвки что только вот так а не иначе более того вообще конкретных вот таких пониманий помолвки даже вот я чтобы было так ясно по библии не существует то есть мы ориентируемся на те традиции которые приняты в наше время в нашей культуре именно в нашей там христианской конфессии вот поэтому мы сейчас говорим как ты как принято сегодня в церквах в частности в евангельских церквах да хотя даже среди евангельские церкви есть разные взгляды да вот но мы никак не говорим о какой-то истине вот что только так а не иначе если в какой-то церкви принята помолвка 5 лет то для них это нормально да у нас принята помолвка когда вот это в церквах от на нашего направления евангельских церквах когда люди приняли решение вступить в супружеска да они приняли решение но им еще необходимо вот как бы утвердиться в этом то есть у них уже есть решение они хотят вступить в брак вот но еще нужно как бы убедиться что именно это тот человек и берется какое-то время обычно это в течение нескольких месяцев как правило до года вот когда вот эта помолвка и происходит вот есть церкви где может быть там по многу времени вот и это тоже не грех просто ну он у нас несколько иной смысл вкладывается в помолвку в библии такого понятия помолвки как бы определение как например о грехе да всякая неправда есть грех библия показа что такое грех или вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом да мы видим определение веры про любовь целая глава что такое любовь и чем любовь не является а помолвка это некая традиция которая была в то время да и она сегодня есть традиции они могут меняться вот поэтому в нашей традиции вот есть такая вот такое такое понимание помолвки вот и еще вопросы еще вопросы в отношении помолвки когда расписываться в загсе до или после венчания можно ли целоваться до венчания вот два вопроса я отвечу про первое а второй кто-нибудь про поцелуй скажите вот первый вопрос когда расписывается в загсе до или после венчания вот у нас традиционно принято что люди расписываются и после этого приезжают к пастору в церковь и здесь проводится уже служение бракосочетания или можно назвать служение венчания то есть вот обычно там вот в пятницу расписывается приезжают здесь венчание или в субботу расписывается приезжает здесь венчание как правило в тот же в тот же день потому что семья после того как произошло венчание если бывает иногда случаи когда расписываются но как бы чисто формально а венчаются например через неделю ну такое бывает там по каким-то причинам через неделю вот но они именно семьей становится после венчания то есть не после того как они как они расписываю расписываются вот у нас даже такое знаете есть понятие так называемый гражданский брак да вы слышали что гражданский брак в действительности вот очень странная вещь произошла у нас называется гражданским браком то что гражданским браком на самом деле не является в россии мы почему-то называем сейчас не раньше именно сейчас гражданским браком сожительство а в действительности гражданский брак это совсем не то что сожительство раньше был гражданский брак и церковный брак гражданский брак это зафиксированный государством церковный брак который обвенчан в церкви а когда нет ни государственного не церковного тогда уже называется сожительство. У нас почему-то называется, а вот живут в гражданском браке. В гражданском браке, значит, расписанные в ЗАГСе как граждане определенной страны, определенного государства. Так вот, мы в церкви венчаем только тех, кто уже состоят в гражданском браке. То есть, которые уже расписались, сочетались, ну, стараются сделать в тот же день, потому что, ну, по существу там церемония гражданская в ЗАГСе, да, люди расписались, ну, они уже как бы себя уже ощущают почти что с семьей, поэтому нет смысла тянуть с венчанием, потому что семья-то ведь только после венчания уже, да, поэтому в этот же день, как правило, и делается и делается венчание, делается служение бракосочетания. Вот. Но так, чтобы люди обвенчались, но у них не было гражданского брака, то есть не было регистрации в ЗАГСе, такого у нас нет, такого у нас не происходит. Вот. И второе, можно ли целоваться до венчания? Можно. А что о вас подумают люди, которые вас зарегистрировали только что? Ну, что вы будете как стоять? Обратно пути все равно уже нет. Да, но ты понесни этот вопрос. Что значит можно? До каких пор можно? Когда вас уже вы подписались под тем, что вы согласны выйти замуж или жениться на этом человеке, вы можете поцеловать друг друга. Один раз при свидетелях. Вот опять, можно ли до венчания целоваться? Если да, то в какое время можно начать? Апостол Павел сказал, что все мне позволительно, но не все полезно. Вот, поцелуй, поцелуй, рознь. Есть такие поцелуи, которые могут очень далеко завести. Поэтому, если вы не зарегистрированы, даже хотя бы в ЗАГСе, то желательно не увлекаться этим. А когда вы вступите в отношения официальные, пожалуйста, целуйтесь и все прочее. Вот. Поэтому надо быть честными с самим перед собой, да и понимать, что поцелуи могут далеко завести. Ну, как вообще всякие ласки, да? Да, да, да. Поэтому Павел говорит, все позволительно, но не все полезно. Жениться можно в 18, а помолвку во сколько можно объявить? Ну, я думаю, в соответствии с тем, что сказал, что нет смысла делать такую затяжную помолвку. Некоторые думают, чем дольше помолвка, тем больше гарантия, что не разведутся. Это на самом деле не так. Вот у нас, например, самая известная, самая долгая помолвка, которая была в церкви, к сожалению, брак долго не прожил, к сожалению. Вот. Поэтому если в 18 вы собрались жениться, ну, помолвку можно объявить ну, не раньше 17 лет. Не раньше 17 лет. То есть, ну, где-то за год. Да. Конечно же. Но согласие родителей, оно важно и после 18 тоже, чтобы родители благословляли брак, благословляли отношения. А вот можно ли объявлять помолвку не перед собранием в воскресенье, а в домашней группе? Вот. Опять-таки, тут нет в Библии, что и объявляйте помолвку только в собрании, а ни в коем случае в домашней группе. Там вот. Нет такого же в Библии, не написано. То есть, опять-таки, связано с той или иной церковной традицией. В нашей церкви нельзя объявлять помолвку ни в воскресенье, ни в домашней группе, а только во время четвергового богослужения. В других церквях может быть по-другому, это тоже не грех, но у нас вот так вот. Почему? Потому что, ну, сами понимаете, мы даже поздравляем только юбиляеров. Есть некоторые церкви, там не так много людей, и они могут поздравлять всех именинников. Это хорошо, но если мы будем поздравлять, у нас будет на каждом богослужении уделяться много времени для именинников. Поэтому мы поздравляем только в церкви уже юбиляров. То есть это опять-таки не грех именинников поздравить, но в другой духовной традиции. Вот такой вопрос. Я про многоженство в Ветхом Завете не буду затрагивать сегодня, потому что это не относится к нашей теме. Мы только разбираем добрачные отношения. Не много брачные, а добрачные отношения. Мы многоженство тоже разберем, но в дальнейшем. А вот тут вторая часть вопроса. Можно ли жениться на другой, находясь в помолвке? Можно, но только сначала нужно расторгнуть помолвку, и для этого я считаю, что должны быть очень веские какие-то основания или какая-то из ряда вон выходящая. То есть ситуация, которая бы не давала тебе возможности продолжать отношения с этим человеком. То есть просто так объявлять 10 помолвок. Вот в этом-то и смысл. То есть опять-таки, почему мы объявляем помолвки? Почему на домашней группе не нужно? Потому что смысл-то помолвки, когда мы объявляем. Почему я говорю, вот в воскресенье мы не делаем много, чтобы не перегружать воскресное собрание. И так оно у нас бывает затягивается. На домашней группе это тоже, ну какое-то объявление, только твоя домашняя группа их знает. Поэтому мы и объявляем в четверг на собрании, чтобы все знали, чтобы девушки были в курсе, что вот тот брат он находится в помолвке. Или та сестра она находится в помолвке. Ну и естественно, когда люди находятся в помолвке, они должны строить отношения ведущие к браку уже. То есть они как бы вот идут уже к браку. А если человек чувствует, что у него нет такой любви или там он передумал, тогда, конечно, как сказал Евгений, нужно сначала расторгнуть помолвку, да, а потом уже стремиться строить отношения с другим, с другим человеком молодым. И тут опять-таки есть две крайности. Одна крайность, когда в некоторых церквах помолвка, она как брак, уже нерасторжима. Так и смысл-то помолвки в том, что она как раз может быть расторгнута. Это еще не брачный завет. Это как бы финишная прямая к брачному завету, но еще не брачный завет, да. Но есть другая крайность, когда к помолвкам отношения такое, а, объявил там с одной, с другой, с третьей, с четвертой. Это другая крайность, потому что отношение к помолвке должно быть серьезное. Это все-таки отношения, направленные к созданию семьи, а не просто дружба. Что делать, если твои родители не согласны с твоим выбором супруга? У меня было. У тебя такое было? Да, у меня такое было, надо ждать. Да, поделись, у тебя родители жены не были согласны с ее выбором? Родители мои супруги были вообще не согласны с моим сватовством. Мне пришлось ждать семь лет, пока не согласятся. Да, и только тогда, когда они согласились, я, получив благословение, и женился. То есть надо ждать, потому что без этого благословения, без этого благорасположения ты настраиваешь против себя всю родню, и, конечно же, это будет закончиться все трагически. Я знаю некоторых людей, которые ждали и больше, чем я. И точно так же, пока родители не увидят, что претендент, так скажем, достоин руки их дочери, что они в чем-то сомневаются, в многих вопросах они более взрослые люди, и надо к этому относиться очень уважительно и спокойно. быть терпеливым. Хорошее свидетельство, спасибо, Андрей. А вот вопрос. Можно ли встречаться с неверующим, если огонь... Нет, нет. Извините, если очень он нравится. Можно ли встречаться с неверующим, если очень он нравится? У кого был такой случай? нет, такого не было. Но на самом деле, как я уже сказал, все возможно верующему, да? Вопрос цели этих встреч, нравится. Можно с ним и в брак вступить, никто же не запрещает. Мы должны понять, что каждый человек сам делает свой выбор. то есть церковь, она учит, она дает какие-то Божьи постановления, Божьи советы. Человек сам решает, с кем ему встречаться, за кого ему замуж выходить. Вопрос в том, к чему это все приведет. Я знаю семьи, где неверующий муж, верующая жена и они живут, или верующая жена, неверующий муж и они живут. Но полнота все-таки там, где оба человека, а неверующий. Возможно, таких встреч этот неверующий поверит и станет верующим, рожденным свыше христианином. Здесь однозначно не скажешь? Ну, я вот расскажу историю из своей церкви, которая произошла не так давно, несколько лет назад. Достаточно, так скажем, уже взрослая сестра, она воспитала взрослого сына и вдруг она с таким же вопросом обратилась ко мне, сказала, что вот, за мной ухаживает неверующий, вроде бы все замечательно и все. И в начале первое время было, все казалось интересно и хорошо, но вот спустя время все больше и больше их взаимоотношения начали разлаживаться и закончилось все разводом, к сожалению. К сожалению, в церкви таких людей надо понимать, что брак таких людей в церкви не благословляется, то есть брак благословляется только верующих, вот, ну, в нашей церкви, что только верующий муж, верующая жена, верующих людей, и у них, к сожалению, то есть историю долго можно рассказывать, но закончилось все, и когда мы с ней говорили уже после, она говорила, ну, как же вот так, я говорю, вот, знаешь, я пытался тебе предостеречь, но ты была так увлечена, вот, но не каждое увлечение заканчивается хорошо, то есть ты же видела, что он неверующий, но иногда так, люди так много мечтают, что когда с реальной жизнью столкнутся, они очень разочарованы, конечно, разочарована это очень сестра сейчас, вот из-за этих взаимоотношений, очень сильно, поэтому, ну, вот этот пример я хотел бы привести, потому что, конечно же, увлечься можно, увлечься можно, и ты будешь видеть много чего хорошего вначале, а потом она начала видеть такое, ну, что вот довело это все до развала, это очень грустно, конечно, очень грустно, и таких примеров достаточно большое число. вот Андрей, вот в дополнение такой вопрос, если складываются отношения с неверующим человеком, мужчиной, он согласен ходить в церковь, и он покаялся, какие, и он покаялся, какие еще необходимые условия, длительность воцерковления, консультация пастора, крещения, домашняя группа и так далее, и сколько времени ждать до помолвки и брака? Ну, конечно же, надо же консультироваться всегда с пастором, почему? Потому что пастор для этого и дан, он дан как помощник в таких вопросах, потому что с ним хорошо поговорить, он видит иногда со стороны то, что мы можем не увидеть. Обязательно, конечно, ну, меня тоже привели в церковь, тоже привела девушка, я уверовал точно так же, и потом вот это все, так и было, вся эта история в моей жизни, но то, что очень важно, важно, чтобы он покаялся, крестился, обучился, и чтобы верующие это точно так же видели, что он не просто подыгрывает, потому что истории много, рассказать, как мужчины пришли в церковь, ведь неверующим грешникам иногда так нравятся такие святые верующие жены, вот они в этом видят такую романтику, они везде там вот такие плохие, а здесь она же церковная, она же верующая, она же молится, и все, есть вот такие игроки, то есть вот такие игроки, но, конечно же, если там в церкви он общается с другими людьми, а не только с вами, и пастор, он говорит, да все, вот, пожалуйста, разрешаем эту помолвку, то, конечно же, это видно, и это все будет в дальнейшем, в дальнейшем это будет только все хорошо, потому что брак это надолго, вот брак навсегда, помолвку можно разорвать, брак нет, брак перед Богом, брак надо держаться, потому что до брака надо смотреть внимательно, по способу, после все, вот уже нет, когда приходит ко мне, та же сестра, она подошла, и она говорит, все, я не могу, я говорю, я не могу, я его брошу, все, и вот во всей женской темпераментности все рассказала, как это все, я говорю, нет, вы хотите, чтобы я стал на вашу сторону, я на вашей стороне, но я говорю, нет, почему, потому что на основании Божьего слова, нет, держитесь, 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 потому что мы сражались до конца, мы сражались вот за этот союз до конца, но так как он неверующий, он просто сбежал, он просто сбежал от нее, и это, конечно, трагедия, потому что грустно, очень трагедия, тяжелая трагедия, потому что я как пастор, я вот вижу этого человека, и как ей помогать, и вот это вот с той радости великой, до такого разочарования, поэтому лучше все обговорить за рейтинг, если любит, будет терпелив, и все будет хорошо. Тут видите, есть такой еще вопрос, есть как бы правило, а есть исключения. Я, конечно, понимаю, что все хотят быть с исключениями, но чаще всего это именно правило, не исключение. Есть такие вещи, как, например, двое верующих женится давно в церкви, а потом брак ужасен. Есть другие примеры, когда женится на неверующих, и нормальные вроде бы отношения, он разрешает в церковь ходить, и любовь, и все прочее. Но в действительности, как вот то, что Андрей сказал, как правило-то как раз единение, оно проходит, когда есть в вопросах веры единения, да, а когда нету этого самого главного единиста в отношении веры, в отношении Бога, в отношении, в отношении Иисуса Христа, то этот, ну, этот брак, он, как правило, разваливается всегда. Конечно, там же множество вопросов. И поэтому, ты, конечно, можешь себя убеждать, что я буду исключением, но на то не исключение, что очень редки бывают. Мы не можем сказать, что все там, неверующим, это все сразу же ужасно и плохо. Да нет, есть примеры, в том числе в нашей церкви, когда нормально живут, и все хорошо, и любовь есть. Но это вот именно, что больше исключение, чем правило. А вот в отношении благословения родителей, да, вот то, что Андрей рассказывал пример, вот еще углубление в вопрос. Что делать, если дедушка и бабушка не дают благословения, но ее родители дают благословение? Как быть? То есть родители ее согласны, а дедушка с бабушкой не согласны? Можно, да, я отвечу? Благословение родителей очень важная вещь, но жить-то вам придется не с родителями, а с ней или с ним. И очень важно понимать, насколько она согласна на то, чтобы пойти против, или он согласен против своих родителей. То есть это ведь решение ну как бы связать свою жизнь против благословения своих родителей важнее, а не против родителей супруга. Потому что ты-то выбираешь ее. и я думаю, что мы несем ответственность за это. Родители иногда хотят из-за своей ну как бы любви к детям не отпустить их просто. То есть это ну довольно, ну как сказать, эгоистичная любовь, собственническая. И рано или поздно им придется это сделать. да, если крепка вера и терпение нужно ждать 7 лет. И добиться этого благословения это да, выход, но а если бы через 7 лет Андрей, вам бы не дали благословения? Сколько бы вы ждали еще? Моим детям было бы сейчас гораздо меньше лезть. Ждать, пока не умрут родители. Дело, видишь, дело не в том, что вот это просто я ждал, вот это вот как мучение ждать. Знаешь, в Писании очень просто рассказано о Якове, который очень спокойно живет. Я вообще не мучился эти 7 лет. Это не было тем, что для некоторых людей вот брак это как бы они пытаются с помощью брака восполнить свою пустоту. Они вот как-то решили, что они такая половинка и где-то другая половинка и там вот носится и вот только когда они соединятся они будут целы. Нет, брак это соединение двух абсолютно целых личностей. когда они соединяются, то тогда еще более интересно становится. И мне, например, абсолютно было, но я спокойно к этому относился, дождался. Но чаще всего, когда, ну тут бабушка с дедушкой, я не знаю, как они... благословение... То есть ты не то, что мучился? Я вообще не мучился. Чтобы, знаешь, как бы не было, как в этом коротком анекдоте, только женившись, я понял, что такое счастье, но было уже поздно. Я вообще не... Для меня это не было мучением, то есть абсолютно, то есть... Потому что это... Надо вот это... Об этом думать и говорить. Я не знаю, при чем здесь бабушка с дедушкой, видимо, они представляют вторую половину. Но бабушка с дедушкой это не родители. Это уже бабушка с дедушкой. То есть пускай бабушка с дедушкой выясняет отношения с папой, с мамой. Вот. Какая процедура расторжения помолвки? Как это выглядит? Ну, обычно, опять-таки, в четверг опять-таки объявляется, что вот такие-то и такие-то помолвку расторгли. Вот. Есть ли из разных церквей нужно ли объявлять помолвку в обеих церквах? Поскольку я говорю, что суть помолвки это объявить церкви о том, что такие-то люди готовы вступить в брачные отношения и их намерение серьезное и объявляется помолвка, то, конечно, хорошо, когда объявляется помолвка и в ее церкви, и в его церкви, если они из разных церквей. Вот. И вот вопросы еще тоже хорошие. Есть ли разница в возрасте больше 25 лет, то стоит ли вообще начинать отношения? Имеет ли отношение к счастью разница в возрасте? Ну вот, когда я прочитаю разница в возрасте больше 25 лет, сразу же вспоминаю ситуацию, которая сейчас шумит на телеэкранах страны. Даже я, не смотрящий телевизор, в интернете наткнулся о скандальном разводе Армена Джигарханяна. Да? Видите, да? Вот к чему разводят большая разница в возрасте. На самом деле мы этот вопрос, конечно же, рассматривали и говорили о том, что есть количество неравных браков и вообще доля неравных браков все последние десятилетия растет и растет и растет. То есть количество неравных браков все растет. Неравный брак считается статистически, если разница в возрасте больше 14 лет. Если разница больше 14 лет, то есть если у вас разница там 10, 12, 13 лет, это не считается неравным браком. Больше 14 лет это считается неравным браком. И интересно, что в мире доля неравных браков растет. И что еще интереснее, в том числе растет доля неравных браков, где И не муж жену, а жена старше мужа более чем на 14 лет. И поэтому имеет ли смысл строить такие отношения? Есть много примеров счастливых неравных браков. Есть много примеров несчастных неравных браков. Просто важно понимать, что когда разница в возрасте, как вы пишете, больше 25 лет, то это некая особенность, которую необходимо учитывать. Руслан об этом учил, и он говорил, что вообще строить отношения – это всегда притираться характерами, которые безболезненными не бывают. Есть определенные качества, которые еще усиливают сложность во взаимоотношениях. В том числе, когда большая разница в возрасте. Это не то, что нельзя жениться. Конечно, это не запрет. Но это необходимо учитывать, потому что есть определенные сложности. Потому что разные поколения воспитываются порой на разных книжках, на разных сказках, на разных фильмах, на разных мультиках. Вот мы, например, те, кто родились в 70-е годы в нашей стране, у нас есть свои вещи. Если там скажешь фильм «Приключения электроника», то все смотрели это. Причем это делали каждое лето. Понимаете, да? Мы все смотрели «Приключения электроника», мы все смотрели там «Гости из будущего». И если там даже пошутишь, там «Ури-Ури, что случилось?», мы понимаем, кто это и зачем говорил. Иногда я выступаю на молодежке, ребята, родившиеся в 90-е. И многие из них не «Ури-Ури, что случилось?», они вообще этого не понимают, да? Они воспитаны на других книгах, на других мультфильмах. Они, наоборот, мне рассказывают какие-то современные шутки бывают из какого-нибудь модного либо фильма, либо сериала, либо еще чего, либо какой-то компьютерной игры. Я этого не знаю, я этого совсем не понимаю. То есть, поэтому, когда разница в возрасте, это, как правило, разница и в воспитании. Мы воспитаны в разных, были несколько культурах, да? Мы воспитаны в октябрятах, в пионерах. То есть, у нас это какие-то определенные ассоциации вызывает. Тут другая культура. Это, я еще раз говорю, это не то, что нельзя, но это нужно учитывать. И точно так же нужно учитывать, брать вопрос, я русская, мне нравится таджик. Стоит ли начинать отношения, если он красивый и мне нравится? Какая-то сестра интересуется. Но это, я думаю, не брат написал. Ну, мы же должны понимать, что красота, она, конечно, страшная сила. Особенно красота таджика. Вот. Руслан очень любит шутить. И если кто-то из вас из Азии, вы не обижаетесь. Это просто юмор. Нет, красивые люди везде есть, поэтому. Здесь это и не шутка. Вот. Просто, на самом деле, когда я вот учил на эту тему, да? В основе брака лежит не красота. Хотя это тоже немаловажно. В основе брака лежит единство во взглядах, в вероисповедании, в культуре. Нравится может, ну да, нравится, нравится хорошо. Но, когда мы начинаем жить вместе, начинает сказываться уже и культура, и, как мы говорили, и возраст, и вероисповедание, и традиции. И это все может сказаться на отношениях. Поэтому, когда мы говорили вот об этой теме, влияние национальности, возраста, вероисповедание на семейные отношения, мы же говорили о том, что можно. Можно, возможно, верующим и все. Вопрос, как это скажется на семейных отношениях в дальнейшем. Понимаете? Как это скажется на семейных отношениях в дальнейшем. Потому что мы все-таки верим, что семья, она созидается в первую очередь на вероисповедании. Потому что мы верующие во Христа, да? И если нет единства в вере, если нет единства в вере, то отсюда начнется разделение во всех других сферах. Если нет единства в вере и разделения в вере, то это будет сказываться на разных других сферах жизни. Тут Руслан правильно подметил, что брак – это не только физическая совместимость, да? И процитировал вместо, что красота суетна, да? Потому что внешность, как бы тебя не восторгала внешность, все равно со временем вот эта острота визуального восприятия, она притупляется. И люди живут друг с другом больше с характерами, с душой другого человека. И это со временем все более важно и важно становится. И поэтому разница в возрасте. Может быть, внешне вы нравитесь друг другу. Или разные национальности, да? Тоже внешняя притягательность. Но вы должны понять, что вы выросли в разных культурах. Есть ли вам о чем поговорить, пообщаться? Вот. Потому что это со временем все будет более важно. Какие у вас общие интересы? Вот. То, что написали, он мне очень нравится. Я надеюсь, не только внешне. Если он тебе только внешне нравится, это недостаточно. Тебе должно быть интересно с его душой. Не просто экзотично, а именно интересно. Вот как он мыслит, как он думает, его направление. Насколько вы готовы вместе общаться и развиваться в этом. Если интересно, то тогда, как брат сказал, все возможно верующему. А если вам не интересно, а просто вы внешне другу нравитесь, это недостаточно. Даже если он и не таджик. Вот. И вот еще вопрос. Тут есть некоторые вопросы, они вообще не по семье. Я их не буду читать. То есть у нас вопросы только по семье и только до брачный период. До создания брака мы разбираем. Поэтому я некоторые вопросы убираю, я их не читаю, потому что мы их или рассмотрим, или это вообще не имеет никакого отношения. Тут вот вопросы спрашивают. Ну, в общем, они вообще относятся к другим сферам нашей христианской жизни, не к семье. Вот тоже. Благословляет ли церковь брак между парой разных конфессий? Благословляет между парой разных конфессий. Ну, на сегодняшний день я знаю, что между разными христианскими конфессиями есть очень хорошие взаимоотношения. Например, у нас в городе. И у нас немало браков с верующими между нашей церковью и другими конфессиями. И баптистские, и писятнические. С методистскими были примеры. Поэтому, конечно же, мы молимся и благословляем эти браки. Вот. А вот хороший вопрос. Тут тоже кто-то ответит. Если парень флиртует с другими девчонками и говорит, что это дружба, как мне ему объяснить, что он не прав? Нет, я думаю, что если парень флиртует с другими девчонками, и при этом вы в помолвке, или вы в браке? Ну, в принципе, даже если он не в браке, а даже если он в помолвке, возьмем, да, и флиртует с другими девчонками, как ему объяснить, что он неправильно делает, неправильно поступает? Мы даже ехали в машине, маленько разрешу атмосферу, и у меня дочка в шестом классе, и у нас в церкви есть тоже один парнишка, немного помладше, и она едет и говорит, ну вот он постоянно со всеми фильтрует. Я говорю, что, что делать? Ну, фильтрует со всеми. Нет, на самом деле, если вы в помолвке, то этот парень, конечно, флиртовать ни с кем уже не должен. Вот, он должен уже себя фильтровать. Вот. И если вы в помолвке, и вы, например, сестра, а парень уже сбился сам, флиртует, то я думаю, что надо прямо так и сказать, мне не нравится, что ты ведешь себя так в отношении с другими сестрами. Вот. Потому что я считаю, что одна из главных таких вещей в отношениях – это искренность. Может, он просто, для него это нормально, и он не понимает, что его, например, девушке и сестре в помолвке – это не нравится. Для него, может, это норма со всеми фильтровать. Вот. Тогда в таком случае надо искренне подойти и сказать, знаешь, мне вот не нравится твои отношения с другими сестрами, мы с тобой в помолвке. Если вот можно добавить, мы вот с женой ведем домашнюю группу молодежную по понедельникам. В прошлый понедельник мы говорили о флирте, и вдруг прямо посетило откровение такое, что же такое флирт. Потому что я раньше, честно говоря, суть его не понимал, то есть только поверхность, что там парень с девушкой как-то вот, как молодежь говорит такое слово в кавычках, возьмем, подкатывает друг к другу. А смысл-то его оказывается, что флирт – это всего лишь страх. Вот такой вот поделюсь с вами свежим откровением. То есть когда парню нравится девушка, ей серьезно нравится, и он как бы боится подойти и ей сказать о своих чувствах, сказать, «Ты мне нравишься, давай с тобой начнем общаться». То есть в основном люди, особенно молодежь, боятся получить слово «нет», отказ. И поэтому они как бы прощупывают территорию. И как бы так, подходят издалека, ты там такая сегодня красивая, нарядная. Если девушка говорит, ты ко мне, извиняюсь, молодежь-то говорит, клеишься что ли? Говорит, я тебе просто комплимент делал, ты что такое напридумывал? И как бы никакого отказа нет, все нормально. Но если происходит взаимный как бы флирт, она говорит, «Да и ты тоже сегодня ничего». И он понимает, то есть они понимают, что у них есть взаимная симпатия. Поэтому мы пришли к такому выходу. Очень классно быть честными. Если тебе человек нравится, прям и ты на самом деле решил, что ты хочешь начать каких-то отношений, ты в будущем, даже может быть, планируешь с ним создать семью, так может быть, просто подойти и серьезно поговорить без всяких вот этих вот театральной игры. «Слушай, ты мне нравишься, может быть, будем общаться?» Ну, здесь вопрос, если говорить про поводу помолвки, если такое продолжается, то помолвка уже когда человек выбрал. А если человек продолжает фиртовать, значит, он еще не выбрал, и он все еще в поиске находится, получается. Я ее выбрал, но у него еще интересно. Еще интересно. Что ей делать? Слава Богу, что это еще в помолвке, потому что можно пока, значит, свадьбу еще отложить, раз этот вопрос не решил. Просто нужно понимать, если он в помолвке флиртует, то в браке не удержишь ничем. Это хорошо, что ты заметила, что твой молодой человек во время помолвки флиртует. Это предупреждение, одно из серьезнейших предупреждений, стоит ли тебе в это ввязываться. А вот вопрос. У меня была помолвка. Пришлось расторгнуть. С противоположной стороны услышал. Если ты расторгаешь помолвку, ты открываешь сердце для дьявола. Честно. Ну, с одной стороны, понятно же, что это образ манипуляции или контроля. Поэтому в помолвку можно вступить, из помолвки можно выйти. Это добровольное решение. Я не думаю, что здесь открываешь сердце дьяволу. Просто мы часто, нам свойственно контролировать других людей и навязывать свою волю любыми, на наш взгляд, духовными способами. Поэтому, я думаю, расторжение помолвки это не есть открывать сердце дьяволу. Надо еще и помнить о том, что при разрыве помолвки ты причиняешь огромную боль. То есть, тебе необходимо помнить, если ты разорвал помолвку, то есть, ты разорвал отношения. И кому-то очень и очень больно. И даже то, что тебе там сказали, ну, сгорячает, или еще что-то там, или манипулировали, тебе, конечно, надо понимать, что ты причинил огромную боль тому человеку. Ну, например, в Германии только в конце прошлого века, вот помолвка в Германии до конца прошлого века считалась официальным браком. То есть, разорвать помолвку было вообще нельзя. Даже, вот, если ты объявил помолвку, ты обязан был жениться. Если ты там выходишь, тебе огромнейшие штрафы. Это так все было серьезно. Или в тюрьму, да, то есть, все было очень серьезно. И всякий раз, вот почему, очень важно, почему срок помолвки, например, у иудеев был, или обручение у Иосифа Смарии был год. Потому что они считались и мужем, и женой, но они жили супружески вместе. То есть, это время было год, когда они считали, чтобы невеста не была беременна. Вот у иудеев было так. Такий разрыв был очень болезненный. Всегда надо понимать, что я, конечно, понимаю, что всякие случаи бывают, но мы всегда должны помнить, что такие разрывы, они крайне болезненные. Это в какое время было? В Германии, ты говоришь, было, да? Да, да. До конца прошлого, вот, века тут, до конца 20-го века это все было, вот, юридически. 19-го, да. 20-го, вот, до 20-го, юридически. То есть, получается, если человек тебе говорит, если ты открываешь помолвку, то расторгаешь помолвку, то открываешь двери сердца для дьявола? Нет. Получается, это человек из прошлого века. Ну, да. Когда в это верили. В наше время мы не верим в это. У нас другая традиция. Конечно, конечно же, тут надо понимать, что, ну, это не так, но ты всегда должен помнить, что это серьезно, это крайне серьезно. У человека два, в принципе, важнейших серьезных дела на земле. Это уверовать и, конечно, супружество. Это два серьезнейшие. Тут Руслан правильно подметил, что важно не попасть под манипуляцию. Потому что человек делает выбор. Милая, либо я ля, либо дьявол. Выбирай. Это как вспоминается сразу, помните, Раневская, когда в фильме «Подкидыш», она говорила, девочка, ты хочешь либо поехать с нами на дачу, или чтобы тебе оторвали голову. И она говорит, на дачу. Говорит, видишь, муля. Девочка понимает. Вот, поэтому, когда мужчина говорит, это то же самое, что делает Раневская. Все же эти фильмы, это же не просто смешные ссылки, чисто поржать. Это в этом, смех в этом, чем отличается от пустой юмор, типа «Кривого зеркала», который сейчас популярный, от настоящего юмора. В настоящем юморе там помимо смеха всегда есть какая-то важная истина, да? И вот в этих миниатюрках, которые та же самая Раневская показывала в разных фильмах, да? Сколько много глубины, да? Когда дается как бы выбор без выбора. Этот человек точно так же говорит, либо я, либо ты с дьяволом будешь жить, откроешь для него сердце. То есть это первый признак, что перед тобой манипулятор, и ты очень мудро сделала, что разорвала с ним помолвку. Потому что, к сожалению, после брака это вообще было бы ужасно в вашей жизни. Вот хороший вопрос. С какого возраста можно начинать отношения? Стоит ли ждать 18 лет, если матери Иисуса было всего 15? Кто сказал? Во-первых, то, что матери Иисуса было 15, это неизвестно. Некоторые говорят, что ей было чуть ли не 12-13 лет. Даже есть такие разговоры в помолвке. Вот кто-то говорит, ну по-любому, поскольку в Библии не обозначен ее возраст, это не имеет значения. Почему не имеет значения? Потому что, опять-таки я скажу, это другая традиция. Это другая традиция. Часто на Востоке в те времена отношения начинались раньше. Но не только на Востоке. Когда мы читаем Ромео и Джульетта, это тоже были по-нашему уже еще подростки. Но мы должны понимать, что сейчас время изменилось. Время изменилось. С изменениями длительности человеческой жизни изменяется и периодизация. Вот мы как раз с пасторами об этом говорили. Раньше середина жизни – это 35 лет. И когда мы читаем у классика «Земную жизнь, пройдя до половины, я оказался в сумрачном лесу», он прожил примерно 35 лет жизни. Я читал исследования, где говорилось, что пик зрелости считался в древнем мире, лет 16, в средние века – 25 лет. Сегодня пик считается 50 лет. То есть сроки увеличились. Раньше, еще, как любит говорить Андрей, в прошлом веке, в прошлом веке еще 50 лет – это считался рубеж старости. За 50 лет уже начинается старость. Сегодня, в наше время, я интересно читал одно исследование, возраст изменяется до… Сейчас старость начинается уже после 75 лет. То есть до 75 лет – это зрелый возраст, полноценный и физически, и в здоровье, и прочее. То есть добавилось 25 лет. Сейчас у наших детей еще что-то изменится. И таким образом это меняется. Я как-то вам рассказывал, что я помню, ходил по одному из старейших кладбищ нашего города, Ивановскому кладбище, и с удивлением обнаружил, что не так много могил, где разница между датой рождения и дата смерти больше 40 лет. Обычно 30, 35, 40 лет. То есть люди умирали. Когда пишут классики о пожилых людях, они имеют в виду 50-летних. Сегодня все по-другому. Почему сейчас говорят, что классики ничего не писали о тех людях, которые сейчас живут, потому что в то время их не было таких людей. Многое сегодня изменилось. И поэтому для нас сегодня не может быть такого. Сегодня в 12 лет, ну какая эта девушка готова вступать в брак, понимаете? Они там и жили до 30 лет, до 35, а в 40 это уже старик, а в 50 это древний старец явился нам с того света, понимаете? А сейчас 50 лет, это ого-го, да, понимаете? Все поменялось. Поэтому сегодня смотришь, моей дочери младшей 14 лет, я смотрю, дитя-детем, понимаете? Дитя-детем. Куда? Поэтому не нужно ориентироваться на Ромео и Джульетту или на восточных невестам периода средних веков. Они не жили по 100 лет, как сегодня живут, да? Не было такое. Сегодня количество людей, перешагнувшись в столетии, опять-таки растет и растет, и растет, и растет. Поэтому все периоды меняются, периоды меняются. Мне 46 лет, ко мне еще, да, обращается молодой человек. Сейчас ко мне обращается в 46 лет молодой человек, да? А читаешь роман этого Евгения Аниги, да я бы среди дедов уже был в то время, понимаете? Среди дедов, которые готовятся на тот свет. Вот. Многое поменялось сегодня. И поэтому не нужно, опять-таки, равняться на классику. Другое время, другая длительность средней жизни, понимаете? Другая периодизация жизни. Сейчас в 20 лет такие, как мы были в 10, наверное. Я смотрю, он такой, в 20 лет. Им по 25 лет. Я говорю, вы знаете, я в 19 лет женился. Они на меня смотрят, вот такие, в 25 лет. Он еще в игрушки играет, в компьютерные. Вот. Какое это? Жениться. Поэтому не нужно равняться ни на Матери Иисуса. Это другое время, это другая культура, да? Сегодня у нас, в нашей традиции, в наше время. Брак может быть заключен только с 18 лет. Раньше такого в Израиле не было. У нас сегодня такое. Поэтому и помолвку мы объявляем не ранее 17 лет. И то в очень редких случаях. Желательно, конечно, подождать. Хорошо. Дальше. А вот вопрос хороший. С Богом о сексуальной чистоте до брака. А сексуальной чистоте до брака вручается кольцо. Как вы относитесь к этой церемонии? А вот. А вот. Другой стройной начинается. Извините. Есть такая церемония. Настоящая любовь ждет. Тогда молодые люди в присутствии родных, близких, заключают завет с Богом о сексуальной чистоте до брака. В напоминании об этом вручается кольцо. Как вы относитесь к этой церемонии? Ну вот опять-таки это еще одна традиция. Враньше тоже такой традиции не было. Сейчас есть такая традиция кольцо о чистоте. О том, что девушка или молодой человек хранят себя до брака. Это хорошая, благословенная, прекрасная традиция. Которая существует. Я к ней отношусь положительно. Может, какие-то еще есть? Хорошая благословенная традиция. Если помогает, то хорошо. Да, это еще и одна. Еще один способ. Это, конечно, не панацея, чтобы сохранить чистоту. Можно грешить и в кольце, и без кольца. Но какие-то вещи, они способствуют, напоминают тебе, вдохновляют тебя. Надо помнить, что еще молитва помогает, церковь помогает в чистоте. Вообще духовная жизнь. Мы не на вещи уповаем. Это лишь знак. Как, например, кольцо в брачное, не панацея от развода. Есть люди, которые и разводятся. Но эти все видимые знаки, за которыми стоит должна внутренняя жизнь. Вот чистота – это невидимый знак. Это проявление нашей духовной жизни. Напоминание. Да, а кольцо – это напоминание. Что делать, если у нас взаимная симпатия с девушкой, но она другой веры. и переходить в нашу веру не хочет. Ну, мы об этом уже говорили. Мы об этом уже говорили, что в семье важно единство. А вообще, какой другой веры? Ну, не важно, какой ислам, например. Ислам или что? Ну, Ислам, наверное. Конечно, если закрывать на все глаза, можно и так жить, но обычно хорошим это не заканчивается. Вот. Если человек на самом деле серьезен в своей вере, потому что у нас ведь многие люди, они считают себя, например, мусульманином, только потому, что он, например, татарин, или там узбек, таджик, еще кто-то, но он не следует традициям, например, ислама. И также у нас человек считает себя православным, потому что он русский. Но к вере он отношения такого серьезного не имеет. Но если на самом деле люди серьезно погружены в свою веру, мы же понимаем, что между, например, исламом и христианством есть большая разница в вероисповедании и во всем другом. И это может стать причиной каких-то непониманий, столкновений. Если даже мужья и жены в одной церкви порой не могут к единству веры прийти, что говорить о людях, которые вообще разных вероисповеданий. Поэтому я бы порекомендовал очень осторожно к этому относиться. Очень осторожно. Потому что, если она не хочет перейти, значит, ты можешь перейти туда, скорее всего. Ну, как вы идете в разные храмы или там она в мечеть, ты в костел. Вот тут несколько вопросов есть, ряд вопросов про разводы. Я откладываю их, потому что у нас будут занятия, посвященные разводам, и там мы будем подробно разговаривать о разводах. Эту тему мы не брали, не рассматривали. Поэтому помолвка с теми, кто в разводах, это все будет относиться к разводам. И вот, в принципе, у меня последний вопрос остался. Как сказать молодому человеку, который ухаживает за тобой без твоего согласия, что он тебе не нравится? Ну, сказать очень ласково и нежно. Так и сказать. Так и сказать, что не тратить зря время. Не тратить зря время. У нас ничего не получится. А как? У нас просто на молодежи тоже есть, вернее, наводится такая хорошая традиция, что когда ребята начинают вместе служить и активно взаимодействовать, парень и девушка, то если у них ничего не будет, то есть ничего они не хотят в дальнейшем, то просто так, как говорят, мы с тобой будем общаться, служить вместе, может быть, списываться, еще что-то делать, но у нас не будет отношений. И уже один есть хороший пример. Один брат, когда у нас одно служение формировалось, они с сестрой активно взаимодействовали. И брат сразу сказал сестре, ты знаешь, мы с тобой может быть будем там иногда списываться, иногда созваниваться по служению, но я тебе сразу говорю, что у нас никаких отношений за этим не стоит. И вот прошло полгода, и он ко мне подошел буквально на прошлой неделе и говорит, ты знаешь, мне эта сестра подошла и такую вещь сказала, что я тебе очень благодарен за то, что ты мне это сказал. Потому что когда ты мне подходил, спрашивал, как дела, или там звонил, узнавал что-то про служение, я уже и понимал, что ты звонишь и узнаешь про служение. Если бы ты мне это не сказал, я бы подумал, что у тебя есть какие-то ко мне чувства, и я бы себе тоже что-то бы напридумывала. Поэтому очень хорошо, если есть честность и открытость. Если есть взаимность, то об этом сказать. Если нет, то не говорить. Потому что, к сожалению, среди молодежи есть такая вещь, когда люди вводят друг друга за нос. То есть, вроде бы, тебе как бы человек и не нравится, но есть такие примеры. Но человеку приятно, что за ним ухаживает. Например, девушке приятно, что парень ухаживает, она его пока и отшить, так мягко скажем, не хочет. Ну и как бы не против, чтобы за ней поухаживали. А потом со временем, когда у парня чувства растут, 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 он уже на пике, а потом говорит, ты знаешь, а ты мне никогда не нравился. Поэтому, как вот Руслан говорил, такие манипуляции, но это все-таки так на научный момент. Знаешь, что он называет запасной аэродром, когда девушка, она смотрит, думает, ну, как бы хотелось бы другого, но вдруг не будет. На всякий случай и этому отказывает. Придержу. Но это называется уже, тут проблема не в том, как сказать, это уже лукавство. Лукавство, а Бог с лукавыми по лукавству поступает. Можно я еще пример приведу? Я, когда ухаживал за своей будущей женой, я ей так прямо и сказал. Ну, то есть, я за ней ухаживал и потом, ну, объявил о том, что она мне нравится. Она мне так и сказала в лоб, что ты зря тратишь время, ты не надо за мной ухаживать, ты мне, как бы, ты хороший парень, но ты мне, я не вижу в тебе своего супруга будущего. И я думаю, что это правильно сказать сразу в лоб, но если он действительно имеет желание или побуждение в сердце, он может продолжать ухаживать. Просто если он это делает навязчиво, его нужно, ну, как бы, осекать. Но знаете, прошло время, полтора года, и она поменяла свое решение. И мы женились, и сейчас она, я думаю, не жалеет об этом. Но я надеюсь. Она прямо не говорила, ничего. Вот тут, конечно, видите, вопрос, когда говорится, как сказать. Тут важно понимать, что о том, как сказать, здесь нет никакого правила, здесь вот именно нужно быть Вадимом Духовым Святым. Что я имею в виду? Сфера души, вот то, что братья подчеркнули, это очень тонкая сфера. Мы здесь, в этой сфере, все очень ранимые. И тут нужно быть осторожным, потому что можно так больно сделать человеку, что у него рана будет годами болеть. Поэтому нужно понимать, кто перед тобой. То есть нужно понимать, что человек за тобой. Кому-то нужно, можно намекнуть, он все поймет. Другому, если в лоб не скажешь все, он не поймет. Поэтому, если, например, человеку, который чувствует там тона, полотона, ты намекнешь, он все поймет. А скажешь в лоб, ты его можешь очень сильно ранить. Поэтому важно чувствовать, что за молодой человек или что за девушка. Но тут вопрос про молодого человека. Но есть другие люди, такие вот, конкретные, прямые, которым нужно прямо ей говорить, которые намеков не понимают. И ты думаешь, я намекаю, 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 намекаю. Да не работает с ним, он по-другому устроен. Ему нужно прямо сказать, как вот Жене сказали. Но и в этом случае не факт, что он поймет. Иногда, если он не поймет, как в случае с Женей, так это еще и слава Богу, что не понял. Ты думаешь, что-то он не понимал, а на самом деле это ты не понимаешь, может быть. Тоже такой вариант. Поэтому, уповай на Господа, а не на разум свой. И Бог устроит твою жизнь во имя Иисуса Христа. Правда же? Ну все, в принципе, все остальные вопросы у нас вот есть, но они уже... Можно еще такое в конце? Жена спрашивает мужа, дорогой, ты почему мне никогда не говоришь, что ты меня любишь? Он говорит, ну слушай, когда мы с тобой женились, я же тебе сказал, если что-то изменится, я тебе скажу. Здесь в этой же ситуации также можно сказать, знаешь, ты мне пока что не очень нравишься, но если что-то изменится, я тебе скажу. Так вот. Да, можно. Вот. Ну, давайте помолимся, давайте встанем. Музыканты могут выйти, давайте еще прославим Господа. Всемогущий Господь, мы благодарим Тебя за Твою любовь, за Твою жизнь, за Твою милость и за Твою благодать. Благодарим, Господь, Тебя за то, что Ты любишь нас, за то, что Ты избрал нас. и я молю, мой Бог, благослови каждый брак, каждую семью, каждого неженатого и незамужнюю сестру. Благослови их, Господь, в этом пути строительства взаимоотношений, Господь, чтобы все, что от Тебя созидалось, что не от Тебя, разрушалось во имя Иисуса Христа. Слава Тебе да будет во веки веков. И все да скажут. Аминь.